Обращаясь к нашему губернатору Воробьёву Андрею Юрьевичу, к нашему новому главе администрации Булгакову Андрею Алексеевичу, просто разберитесь, пожалуйста, что происходит с землёй у нас в Щелковском районе. Известный автоблогер Руслан Енилеев, проживающий в Медвежьих озёрах, просит руководства округа помочь ему разобраться в запутанной ситуации. Дело в том, что земельный участок Руслана, располагающийся на улице Радужная, пытается отобрать человек, заявляющий, что именно он собственник данной территории. Руслан рассказывает, землю он получил ещё в 1993 году от совхоза «Красный луч». Там он вместе со своей семьёй начал заниматься огородничеством, выращивать овощи, ягоды и зелень к столу. Позднее мужчина задумался о том, что полученные 8 соток надо оформить в собственность. Да вот только сделать это всё никак не получалось. Время шло, законодательство изменилось, и участок стало возможным получить, только пройдя определённую процедуру. Я должен подать заявление на свой участок. Я подаю заявление, если никто не подал на мой участок, то я однозначно действительно просто получаю. Но там такая штука есть. Если вдруг кто-то вместе с вами подал заявление на этот участок, то тогда вы должны пойти на аукцион. По словам Руслана Янилеева, участок номер 113 на улице Радужная и по сей день не выставлен на торги. Мужчина недоумевает, откуда же мог взяться новый владелец. Как выяснилось, аукцион всё же состоялся. Полученные некогда 8 соток вошли в общую площадь 22 соток прилегающего рядом участка. Именно он и был передан на аукционе в аренду Дмитрию Елькину. По поручению главы округа на участок выехала административная комиссия, земельщики и юристы, а также полиция. Перед ними стоит очень непростая задача – разобраться в этой сложной ситуации. Со своей стороны мы изучим все эти документы, которые у нас имеются в администрации. Юристы посмотрят. Буквально, наверное, день-два мы ещё раз с вами встретимся, мы созвонимся, встретимся и уже предметно переговорим на эту тему. Потому что ситуация нестандартная, неординарная. И со своей стороны я гарантирую, что мы разберёмся в рамках законодательного поля. Стоит отметить, что Дмитрий Елькин владеет всеми необходимыми документами на аренду земли сроков на 20 лет. Сам Дмитрий от каких-либо комментариев отказался. Вероятнее всего, что точку в этом деле сможет поставить только суд. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.